Новость, которая взбодоражила журналистское сообщество и действительно шокировала нашу редакцию, это новость о том, что судьи предложили наказывать журналистов за необоснованную критику и давление. Поговорили о данной инициативе главный редактор «Момент истины» Гниушев Евгений и руководитель портала по защите прав заключенных «ГУЛАГ.Инфо» Денис Солдатов. Я руководитель информационного проекта по защите прав заключенных «ГУЛАГ.Инфо». Расскажите об этой интересной инициативе. Инициатива, она на самом деле, конечно, очень интересная, но мне кажется, что, скорее всего, нужно бороться не какими-то запретительными мерами или мерами, которые будут кого-то наказывать нашему судейскому сообществу, а в первую очередь заниматься тем, чтобы отношение людей и отношение общества к суду было достойным. То есть сейчас у нас рейтинг доверия к судебной системе меньше 50% у населения. Это говорит о чем? Вы имеете в виду соблюдать КПК? Соблюдать законность. Законность соблюдать судей. Да, в первую очередь, да. Соблюдать законность и отставить интересы, в первую очередь, граждан. Граждан, а не эфемерного государства. При этом говоря от имени Российской Федерации. То есть, понимаете же, у нас все решения принимаются на основании не только внутреннего убеждения судей, но еще и они должны учитывать, включать здесь свою совесть и закон. Но когда сталкиваешься с судебными решениями, ты просто видишь, что, скорее всего, им кто-то понравился или кто-то не понравился, а вот закон уже вторичен. То есть есть, например, в уголовном процессе УК и УПК. И можно взять, ну, фактически каждое второе судебное решение, где эти нормы нарушены. Ну, вот, к сожалению, она так, работа судебная система. Вот, даже если взять, ну, банально, люди же попадают за нарушение, там, выезд на встречку, да, там, как-то пересекли сплошную. Все сталкивались с системой ГАИ, да, когда ГИБДД выписывает тебе штраф, ты приходишь в суд, и, как правило, человека лишают прав. Да, выехал он одним колесом, там, выехал он действительно совершил обгон. Ну, это же система, которая, как бы, никак не меняется. Вот она десятилетия, вот, устоялась в наше современное российское общество, в современном обществе российском, такая вот, как это узколобая. То есть, я могу сказать, что даже в советской системе судопроизводства все работало гораздо лучше. А журналисты-то здесь при чем? А? Тут же, когда они, когда говорят, что журналистов, скорее всего, они не имеют те судебные заседания, когда кого-то лишают прав. Они же имеют такие, ну, громкие резонансные дела. Конечно, то есть, ну, общество, в свою очередь, дает какой-то ответ, да, обратную реакцию, так скажем, на те судебные решения, которые есть. Вот мы приходим на какой-нибудь арест, вы приходите, я прихожу, приходят другие журналисты. Но суд должен быть открытым. Открытым, да? Ну, иногда судьи пытаются сделать его закрытым. Иногда судьи, делая независимый вид, слушают, грубо говоря, меры пресечения, да, у кого-то. Ну, следуйте, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, проговорит прокурор, ба-ба-ба-ба-ба-ба, судья делает умное лицо. И тоже ба-ба-ба-ба-ба. Ну, а давайте вот мы начнем с того, что когда судьи выносят приговор, они просто себе под нос бубнят. У меня есть видеозапись, где судья, закрывшись постановлением от камеры, говорит себе под нос. Я не знаю, с какой целью это делается. Не включено. Ну, это уважение к сообществу журналистов, скажите, говорят себе под нос, зная, что вас записывают, зная, что здесь присутствует пресса, закрывшись лицом от камер. Ну, давайте мы обоюдно друг друга будем вместе уважать и мы, и они, да? То есть, получается, что судьи хотят, чтобы их уважали, но при этом любого журналиста могут выставить из зала суда. Не разрешить съемку. Не разрешить съемку. Например, сказать, что вот, ну да, вот вы тут будете, а съемку я вам не разрешу, да? Или вот вы будете, а про съемку забыть в процессе судебного заседания. Я столкнулся с этим не один раз. Ну, запись-то разрешать можно и без разрешения судьи. То есть, запись-то останется, аудиозапись, да? Ну, аудио, да. Слава богу, законодательство нам позволяет делать аудиозапись. Но весь этот процесс... А вот эта вот инициатива, она запретит и аудиозапись производить журналистам? Нет, конечно. Она в первую очередь должна, инициатива, она хочет защитить судей от таких нехороших журналистов, которые их критикуют. То есть, если даже судья разрешит съемку, то есть, журналист будет ограничен в освещении судебного процесса? Ну, хотят какую-то увидеть норму, наверное, этическую по поводу критики судебной системы и именно судьи какого-то, который ведет, ну, например, действительно резонансное какое-то дело. Но давайте мы тогда... Мы живем в демократическом обществе, да? Мы должны все понимать, что в первую очередь, что такое демократия? Это открытость, да? Это открытость всех ветвей власти. Это, по крайней мере, мы можем выражать, мы, граждане, можем выразить свою точку зрения. У нас нет никаких запретительных мер, у нас нет цензуры пресса, в конце концов. У нас свободное государство, да? И почему тогда судьи хотят, поставив себя над Конституцией Российской Федерации, ограничить критику в свой адрес? То есть, у нас нет цензуры. Фактически, они хотят ввести какую-то цензуру. Вроде как свободу-свободу, свобода-свобода, а тут раз судьи провели такую инстативу. Ну, из-за чего? Ну, мне вообще, в первую очередь, из-за того, что я поездил, побывал на судах, и в качестве иногда и журналиста, и защитника, я вижу, что действительно закон не всегда исполняется с стороны судей и трактуется не совсем точно. Иногда его трактовки в нашей судебной системе, они выглядят очень удивительно. То есть, мы видим разные приговоры по одним и тем же статьям в виде наказаний, да? Ну, вот если вот этот закон будет принят, чем это может... Инициатива. Ну, инициатива, которая превратится в закон, да. Чем это может грозить обществу? Ну, я так понимаю, что напишет журналист что-то, что не понравится какому-то судье. Он напишет куда-то... Это инструмент давления на журналиста будет? Ну, конечно, конечно. Это в первую очередь, я считаю, что это ограничение свободы слова. Сейчас то, что нам разрешено по Конституции, да, то, что мы имеем право говорить, и у нас нет цензуры, нас хотят ограничить в критике судейского сообщества, чего вообще не может быть в цивилизованном обществе, потому что судьи – это люди, которые в первую очередь должны быть фактически идеалом того закона, который они исполняют и который они трактуют, вынося приговор, это подзаконный акт, но они фактически выносят подзаконные акты, которые исполняются, людей отправляют в тюрьму, людей наказывают штрафами, людей разводят, в конце концов, при наличии детей тоже в судах, решают какие-то споры, и все это мы не сможем описать, вот кому-то это не понравится, и хоп, каких-нибудь 100, 200, 300, миллион рублей штраф будет наложен за то, что журналист как-то не так сказал про какого-то судью. Но это же неправильно. Какой можно сделать прогноз, какая судьба может быть у этой инициативы? Как далеко она зайдет? Превратится ли она в закон? Ну, я не могу здесь комментировать действия Госдумы, да, там судейской... Не комментировать, но попробовать предположить, предугадать. Ну, я думаю, что любые нормы, нарушающие Конституцию Российской Федерации, не могут стать законом, как бы красиво они не были написаны, в первую очередь у нас есть основной закон Российской Федерации, на мой взгляд, такая норма пройти не может, и такое изменение закона не имеет места быть в нашем обществе, из-за того, что у нас есть другой закон, он есть у нас основной, это Конституция Российской Федерации, по которому любое ограничение работы журналиста и ограничение свободы слова, оно запрещено. Ну, я надеюсь, что эта инициатива останется инициативой, и наша редакция и далее сможет освещать судебные процессы, которые интересуют общество. Согласен с вами, будем надеяться.